Друзья, привет! Начнем с рассказа про прокат. В этом видео вообще будет несколько тем затронут. Во-первых, чуть-чуть по Фениксу расскажу, что там и как, что мы на него купили. Чуть-чуть по машинам, чуть-чуть по планам. И начну с проката. Прокат, друзья, четвертая машина уже, которая по счету у меня взята в этом Голдкаре. Стоимость вот стабильная, все говорили, что будет там дороже. Еще что-то где-то евро с копейками в день не обходится эта машина. Но какие выяснились нюансы? Несколько нюансов. Все же спрашивали, какие нюансы в прокате есть за 1 евро в день. Ну, во-первых, это депозит. Депозит, он у вас не снимается, он замораживается на карте. Но на карте 1100 евро, по-моему, замораживается. И около 10 дней держится эта сумма у прокатчика Голдкаром замороженная. И потом она возвращается. То есть я беру машину где-то на 2 недели. Причем вот 13 дней цена в районе 2-1,5 евро за день. 14 дней выбираешь конфигуратор на сайте. Уже сразу цена там в 3 или 4 раза дороже. То есть до 2 недель выгодно, потом дорого. И так получается, что когда я приезжаю менять машину, уже карта разморожена. Те деньги с прошлой машины я беру новую, опять замораживает, опять потом отдают. Было у меня 4 машинки. Суммарно одну вы видели, я по ней делал. Это Toyota Yaris, был обзорчик. Вторая была машина Skoda Fabio, кстати, шикарная. Машина очень понравилась мне, очень хорошо ехала. 1.2 Turbo, очень вместительная, очень тихая. После нее был Volkswagen Polo, который вроде бы казалось бы дороже и престижнее. Но Polo реально понравился гораздо меньше, хотя там такой же мотор был. И в конце мне, видите, апогей, выдали вот этот вот 500-й Fiat. И по 500-му Fiat, а он у нас в максимальной комплектации, он с бедным моторчиком, но он 500S типа Sport. Он там весь в себя внутри навороченный. Очень неоднозначные впечатления по машинке. Я по ней буду делать для вас отдельный обзор. Но это просто анонс того, что будет происходить дальше. А сейчас пойдем с вами в гараж и немножко проговорим то, что куплено на Fenix из аксессуаров. Хочу вам рассказать про железки. Ребят, купили вот такой девайс. Сейчас немножко расскажу вам про то, что происходит с нашим Fenix. Потом покажу, конечно, вам сам Fenix. Он у нас там стоит за тылом камеры. Немного по девайсам, чтобы вы понимали, какие были сделаны инвестиции. Потому что все это как бы деньги, стоимость у нас увеличивается. Это обязательные вещи, связанные с мореплаванием на территории Испании. Вот этот вот девайс. Сколько он стоит? 600. Мне вот только счета выставляют. 600 с лишним евро стоит этот девайс. И на нем у нас написано, причем вот здесь прямо на табличке написано Fenix и Испания. Где-то еще сбоку то же самое написано. Вот он Fenix. Ребят, на самом деле, вот то, что я сейчас рассказываю. Мы, я понимаю, что есть люди, которые прекрасно знают, что это. Сейчас скажут. Ну, чего вы, лохи сидят в руках, крутят такую-то штуку девайс. У нас просто такого не было. Вот наша лодка была меньше. И у нее был меньше допуск на выход, на дальность. 60 миль мы можем теперь выходить. То есть мы все равно не можем уйти далеко. Ну, то есть на острова мы можем, на канарские. Мы все равно не дойдем. На канарские дойдешь лучше. А, ну если вдоль берега, то есть с перебешками. В любом случае, ребят, для нас это все... Нет, мы, конечно, пока не собираемся в такие дальние путешествия. Это по топливу дорого. Это и, ну, в общем-то, не того класса судна смысла. Просто в этом нет. Мы же не тот самый, у нас не плод контики какой-нибудь там кругосветный. Так вот, вот этот вот девайс, сейчас мы что делаем? Изучаем английское описание для того, чтобы понять, как его просто смонтировать. Вот у нее есть 4 посадочных дырки. Для того, чтобы его монтировать, надо вынуть вот эту вот чеку. Я так понимаю, он, Слава, напрягся. Вы знаете почему? Почему мы включили камеру вообще? Мы включили камеру потому, что, Слава говорит, ты ее выдергиваешь, она одноразовая. И всему этому капец. Ну, что, да, ты что, я не знаю, как аэрбэк работает или как? Нет, не знаю я как. Там пружина какая-то внутри. Воду, когда попадет... А, пружина, я держи, главное. Ключай, говорит, камеру. Там надо нажать сейчас. Где нажать? Сюда? Вот, нажать надо. Пушь тулок. Дай. Нет, он должен... Дожди, сейчас скажу. Короче, сейчас спасатели приедут. Там что-то катается внутри. Слава походу сломал ее. Вот какие-то... Он говорит, это тяжкие какие-то. Говорит, я отрезал, там что-то катается. А там внутри что-то катается. О, она. О, ёпка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все живое, ребята, у нас всегда все в живую. Пока он в воду не попадет, он... Чего каталось для начала? Да какая-нибудь там фигня. Нет, это не то. Там, смотри, утяжка болтается. А утяжка? Вот кусочек утяжки. Ну ладно, слава не сломал. Ладно. А так сейчас присвидетель проверим. Вот это в воду попадает. А, и пружина. Видите, ребята, какая девайс? То есть, я так понимаю, датчик воды срабатывает. Тут срабатывает пружина. И эта штука, она вообще что делает? Она подает аварийный сигнал СОС. То есть, это обязательный девайс для установки на лотку. Передает GPS координаты и все фигни. То есть, в случае кораблекрушения, яхты, беда, происходит передача сигнала. И он выскакивает. Короче, это пиропатрон 2-1. Да. Покажу тоже, как вы смотрите, космические технологии. А это антенна, я так понимаю. Он передает GPS, передает все, короче. Что феникс там-то, там-то тонет. Сделана в Англии такая канитель и стоит она 600 с лишним евро. Ладно, ее мы разобрали безопасно. Мы потом уже будем заниматься ей. Дальше еще что хотел показать из того, что у нас издевается об релине. Вот такой вот купил я, ребята, рацию. Рация плавающая. Я так понимаю, что требования должны быть, чтобы рация была плавающая, да? Флотинг написано. То есть, она не тонущая у нас. Вот, и эта рация, она со своим серийным номером совсем, то есть, она прикреплена тоже к нашей лодке. Это тоже обязательное требование. Не забывайте, что у нас внутри тоже есть рация стационарная, большая, крупная. Но, я так понимаю, к ней должна быть, да, еще и такая вот мобильная. То есть, это все вещи, которые нам сейчас приходится легализовать в процессе и докупать для того, чтобы просто легально выходить на нужное нам расстояние. Жилетки другие есть, вы уже рассказываете. Жилетки? Да. То есть, из-за дальности другой, другие жилеты. Спасательные жилеты другого, тоже другого формата. Жилеты такое в моторном отсеке. В автоматическом товаре должен перевернутый быть. Автоматически, да? То есть, а у него как он срабатывает сам? У него датчика какой-то? Согревается, вот эта хрень лопается. А, у него, смотрите, у него такая капсула здесь. То есть, она от нагрева срабатывает. Я представляю, как мариманы сейчас покатываются от хохота, сидят такие чайники и вот этим всем восхищаются. Понятно, что вы все это знаете, но мы-то этого не знаем. Для нас там мы-то с моторной лодки сюда практически уходим вот в эту область. И все это приходится, конечно, покупать. Вот непредвиденные расходы, но реально вот там тысячами, знаете, сразу хлоп-хлоп уходит. Это все очень дорогое. Вот это, что это за байда? Там бенгальские огни, дымовые шашки и так далее. Серпантины, конфетти, шампанское. Новый год, короче, на праздник. Значит, март 2022. А, она закрыта. Откручена. Детям дают новогодний подарок, они сразу говорят, какие же там конфеты. А вот, какие конфеты. Они все такие, там, я так понимаю, только и разной длины, да? Нет, там есть дымовые, есть огневые, плавающие, там. Тут какая чудесная штука. Я думаю, что сын мой был бы счастлив. 300 с лишним евро. 300 с лишним евро, ну, что-то дороговато. Короче, они длинные, я их не буду доставать. Там вот такая куча вот этих всех разнообразной длины. И тут написано, 6 действительно бенгальских огней, 6 красный свет и 2 сигнальные ракеты с дымовые. Все понятно, в общем, что туда лазить-то было не надо. Вот такой, ребят, новогодний детский сувенирный подарок. Аптечка тоже. Аптечка? Нет, 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 аптечки здесь. Ну, короче, тоже купили еще и аптечку. Это я просто так узнаю сейчас, не особенно так горестно реагирую, чтобы мы не подумали на камере, что у меня жаба душит. А жаба-то душит. Пошли смотреть лодку. Хочешь снимать, как и красить? Ну да, да, значит. Вот Слава сильно переживает, что весь YouTube хохочется, как мы это все делаем. Но делаем действительно вот в таких условиях спартанских. Потому что, понимаете, что больше красить негде. То есть несколько слоев было нанесено, были сделаны трафареты. Сделан был номер на борту. Так как лодка у нас 2002 года, видите, соответственно, вот эти все цифры. А в конце 02 это говорит о том, что это 2002 год. Когда в Испании смотрите на испанскую регистрацию лодок, стоящих в порту, можете всегда определить, какого она года сами вот по бортовому номеру. И, соответственно, у нас вот эта надпись Phoenix. Она уже в очередной раз вышкурена. Она сделана по трафарету. То есть это все вырезали, прокрашивали, потом опять вышкуривали, потом опять проклеивали. И сейчас финальный штрих Слава уже наносит лак на все это дело. Потому что, видите, у нас борта уже под лаком, металлик под лаком. Вот эти места тоже уже под лаком. То есть вот эти вот боковые наклейки, скажем так. Но это не наклейки, это все краской сделано, как вы понимаете. Все это уже прокрашено. Ну, соответственно, вот жилеты у нас в большом количестве тут свежие, новые. Этот борт тоже проклеен, подготовлен. И вот Слава тут колхозит последние лаковые штрихи. Причем технику безопасности соблюдает только Слава в масочке. Валду с Супом все равно, он сейчас себя как антиколоном пшикнет на лицо этим лаком и разотрет. А вот, кстати, телек наш из кают-компании, который мы сняли. Который там, Слава сказал, что ему там не место. Но смотрелся он там довольно прикольно. Правда, по нему видно, что он из старых, видите, он такой толстенный. У него не HDMI, это ничего, с карты какие-то. Ребят, пока туман, пока весь этот Славин лак там стоит в воздухе у нас, вышел на улицу. Говорю, что здесь за рено такое стоит? Чудесное, ребят, я что-то не видел такое рено. В арсенале, без номеров, они говорят, вот бельгийское рено. Я говорю, вроде такое его не привозили. Оказывается, отдали это рено в зачет за BMW-1. Ребят, привозили BMW-1, какой-то бельгиец отдал эту машину. Прикольная лагуна, то есть она вот очень вместительная, она крупная такая. Она едет хорошо. Она же дизельная, да, Валдос? Отдали эту машину за 2000 евро в зачет, чтобы вы понимали. Ну, конечно, косяков по кузову полно. То есть я вам просто пока расскажу. Так, в двух словах, чтобы вы поняли. Вот это, кстати, классическое, облезающее, корродирующее, корродирующий металл. Не страшно, но некрасиво. Но внутри, ребят, самый, конечно, кошмар внутри. Вот как люди ездят. Это бельгийцы, это даже не испанец. Я сначала сказал, говорю, ну, что, испанец. Бывает у них хозяева свиньи. Причем, знаете, он свиньи такой высокой категории. Но здесь, блин, он реально на пляж, похоже, ездил. Тут вот и везде песок насыпан. То есть машина просто вся подранная так, как будто ее собаки драли. То есть у нее даже здесь вон части нет кнопочек у климат-контроля. Что с ручкой, тоже непонятно. Похоже, она облезла, обнажив свою вот эту вот пластиковую натуру. Наверное, кожа когда-то на этом была. Ну, по крайней мере, сиденье еще не протерто. Ну, тоже сейчас прожженные дырки какие-то. Ну, ребят, ну, жесть, конечно. Жесть так убивать машины. Ну, вот поэтому и две штуки. Плюс надо Ростомор из бельгийских номеров ее снять. Вот кимчистку сделать. Покрасить, наверное, облить придется. Ну, тогда на свои рыночные 5 тысяч она и выйдет. Ну, это такой вам маленький, что называется, бизнес-кейс, да? Какие бывают у этих автомобилей, которые появляются периодически у ребят. Но самая зависшая машина у нас. Хотел вам давно про нее рассказать. Вот вы же помните, мы купили полно машин в Литве. И все все время спрашивали, какие машины проданы, какие нет. Ну, естественно, все уже продано. Ну, как бы время уже прошло. Что-то подольше повисело, что-то быстрее ушло. Но самая жесть, ребят, это Suzuki SX-4. Это SX-4, который у нас стоит уже полтора года. Это первая поездка в Литву. Кто помнит, кто ветераны просмотра литовских наших эпопей. Это машина, которую я хотел купить, я настаивал. Она 13-го года, 13-го. Полтора года назад мы ее купили там за 5 с чем-то. И сейчас, ну, там растаможить, конечно, пришлось. Еще там что-то, там, сделать с ней резину поставили новую. В общем, она вышла нам где-то около 7 с копейками тысяч. И вот за эти 7 с копейками мы ее не можем продать. Хотя, на самом деле, в Испании эти машины продаются по 12, по 9, по 10 тысяч евро. Но это самый минимум. Мы продаем за 7 с чем-то. Даже звонков никаких нет. Вот что значит не попасть просто в струю с моделью. Потому что я, как обычный человек, привык к японским автомобилям. Считаю их надежными. Мне нравятся Suzuki. Хорошая машина. Двухлитровый дизель. Механика. Кондиционер. Сервисная книжка. Там все нормально с ней. Она живая. В родной краске вся. Даже никто не смотрит. Вот это самая наша зависшая машина. Не знаю, почему так происходит. С Suzuki мы теперь больше брать вообще никакие, видимо, не будем. Ребята, еще один литовский вариант. Из тех, который вот попал в такой вынужденный долгострой у нас. Это вот этот Seat Altea. И все с ним вроде бы хорошо. Когда нам сказали на сертификации, инженер сказал, что с ним и как. Честно говоря, глаза выпучили. И никто даже не подразумевал, что такое может быть. Я вам сразу покажу сейчас сзади. Света хватит, не хватит. Ну, вы видите, что там такой красивый интерьерчик. Он с красными такими вкраплениями. Идеальные задние сидения. Ну, и, как вы понимаете, передние кресла тоже идеальные. Но дело не в этом. Почему я так акцентирую внимание на заднем ряду? Потому что машина идет как грузовая. То есть, эта машина, она из Дании. И ее зарегистрировали в Литве. То есть, она уже на литовских транзитах. Она уже прошла Литву. Не то, что она там на давских номерах. Но она, тем не менее, у нее другая табличка. Она по-другому вообще изначально позиционировалась. Это грузовая машина. Это делают в Дании для того, чтобы уходить от налогов. Чтобы минимизировать налоги. Ну, как я понимаю. Я, опять-таки, сейчас, возможно, не очень точно передаю информацию. Но для обывателя, вот как я это услышал, так я вам и рассказываю. И теперь эта машина визизи-визит. Ждет своей легализации. Разбираемся, как теперь все это делать. Потому что никогда с таким делом не сталкивались. В Испании ее просто на регистрации завернули. Вот такой еще один литовский привет. Который просто вот в литовских документах. Ну, вот не посмотрели все, как надо было. Никто не подозревал, что так будет. Несколько раз встречали машины, которые вот переоборудованы. Из грузовиков сзади. Но об этом в объявлениях было написано. И прямо под стеклом везде. А эту машину, я так понимаю, ребят просто купили. И купили родной Сиат, можно сказать, вернулся в Испанию. Оказался грузовиком датским. Ну, и завершая, друзья, вот это небольшое, ну, практически прямое включение. Просто хотел с вами поделиться новостями. И немножечко про Феникс рассказал. И пожаловался вам на то, что у нас вот эта проблема с Сузуки. И самое главное, раз уж мы стали говорить о Литве, собираемся в Литву. Когда мы едем в Литву? Когда? Ну, в общем, в течение ближайших пары недель, давайте так скажем вам, ждите, ждите серии. Я думаю, что примерно так будет. В течение апреля, скорее всего, конец апреля, вы уже увидите на экранах наших приключений.